Я приветствую вас, уважаемые дамы и господа, меня зовут Феликс. И сегодня я хотел поделиться с вами моими впечатлениями. Неделю тому назад мы со своей женой проехали вот это расстояние от Гостона до Вильямсбург, Вирджиния. Видите, вот это расстояние на карте, Google карта дала нам расстояние 729 миль или за 12 часов 48 минут. Вообще-то в самом начале нам Google дал совсем другое направление через 95-ю дорогу, через Нью-Йорк, через Филадельфию, через Вашингтон. Это будет намного короче, где-то приблизительно на 100 миль короче. Но зная то, что рядом с крупными городами всегда большой трафик. И мало того, когда мы сделали вот этот дирекшн, то мы увидели очень много вот таких знаков. Дорожные работы. Да, за дорогами в Америке следят очень-очень серьезно. Там ведутся постоянные работы, поэтому дороги просто великолепны. И мы решили пойти немножко другим путем. И я переделал вот это направление параллельной дорогой, подальше от больших городов. 84-я дорога, которая проходит через штат Род-Айленд, штат Нью-Йорк, штат Филадельфия, штат Мэриленд и Вирджиния. Значит, что нам очень помогло. Буквально за несколько дней до нашей поездки, наша дочь посоветовала мне новую интересную аппликацию. Приложение на наш смартфон. Называется оно Raze. Хочу сказать, что это приложение работает во всем мире. И в Украине, и в России, во всем мире, на всех языках. Что это за приложение? Это не только GPS. Потому что GPS у нас есть, и мы его взяли с собой, конечно. Но здесь есть и GPS. И это приложение заранее предупреждает о том, что на дороге трафик. И дает альтернативную дорогу, как объехать трафик. Или что-то случилось на дороге. Тоже подсказывает, что там большой трафик. Можно объехать вот этой дорогой или другой дорогой. Плюс ко всему, приложение говорит, что впереди стоит полицейский с радаром. Будьте осторожны. Или говорит, что лежит на дороге животное. Или какая-то помеха. Мы проезжали через леса, через горы. И на дорогах действительно лежали убитые животные. Которые ночью, видимо, машины сбивали. Обо всем этом предупреждает это приложение. Это просто супер. Оно нам помогло. Очень здорово. И как вы видите, на 84-й дороге тоже ведутся дороги. Вот этот участок, это где-то 8 миль. Ведутся дороги. И из четырех линий сделана только одна линия. И вы знаете, что на дорогах очень много траков. То есть дальнобойщики в Америке в основном все грузы перевозятся на машинах, на траках. И представьте себе, сколько бы часов мы стояли, пока по одной линии прошли бы вот этот весь трафик. Но это приложение Waste нам предложило альтернативный путь. И небольшими дорогами мы объездили вот такой кусочек. И попали уже вот в этом месте. Рядом с городом Скрентоном. И дальше ехали спокойно, без особых проблем. Чем хорошие дороги? Ну, во-первых, качество идеальное. Буквально через каждые несколько миль от заправки базы отдыха для водителей. На одной такой базе мы остановились. Мы остановились заправиться, немножко размяться, потому что немножко тяжело в сидячем положении все-таки. И мы зашли в магазин специальный для дальнобойщиков. Вы знаете, я увидел столько интересных гаджетов, столько интересного для дальнобойщиков. Ну, например, холодильники для дальнобойщиков небольшие. Там печи небольшие, духовки, термоса, электроподогрев жидкости, кофемейкеры. Ну, все это и самое главное, что цены в этом магазине для дальнобойщиков дешевле, чем на интернете. Это мне, конечно, очень понравилось. Но я не хотел бы быть дальнобойщиком. Вот проехав все это расстояние, увидел, как эти ребята бедные работают. Это все-таки очень тяжелый труд. Несмотря на то, что хорошие дороги, и что на дорогах все условия для отдыха, и заправки, и станции техобслуживания. Все это есть. Но я бы, конечно, не хотел работать и зимой, и летом. На дорогах это очень-очень тяжело. Мы поделили это расстояние на два дня. Мы проехали лишь половину дороги, полупути, и где-то вот в Херши, да, в Херши, по дороге в ту сторону, в Вирджинию, мы остановились, переночевали в Херши. И рано утром, в 6 утра, на второй день, мы поехали дальше. И, естественно, приехали намного быстрее, чем если бы мы ночью ехали. Я очень не люблю ехать ночью. Это сильнейшее напряжение, да и потом, зачем? Зачем этот риск в горах, на этих зигзагах, на этих поворотах? Поэтому мы разделили это на два дня. Естественно, моя жена помогала мне водить машину в небольшой участок. Она вела машину, и это здорово мне очень помогло. Вот, в принципе, мы сделали такой маршрут. И 729 миль в километрах, это 1312 километров в одну сторону. И туда и обратно мы проехали 2624 километра. Очень много интересного увидели, останавливались в маленьких городках, смотрели на Филадельфию, смотрели на Мэриленд, на Вирджинию. Вы спросите, почему мы захотели поехать в Вирджинию? Да потому, что это была столица колониальной... Это были колонии, 13 колоний, когда открыл Колумб Америку в Массачусетсе. И после него из Британии пришло очень много кораблей, которые открывали в разных других местах. То есть, это Бостонская была колония, Нью-Йоркская колония, Филадельфийская и Вирджиния. Значит, честно говоря, за 20 лет жизни в Америке мы не очень знали историю, совсем не знали Америку, истории Америки. 4 июля каждый год мы отмечаем День Независимости. Ну, мы знали, что была революция, что все это было. Но подробно, вот так подробно мы узнали, побывав в Вирджинии, вот в Вильямсбурге, в столице Вирджинии. Об этом подробно я расскажу в следующем моем видео. Поэтому советую посмотреть следующее мое видео, где вы подробно узнаете, как сохранили этот город вот в том виде, в котором он был 3 века тому назад. Это очень интересно, это очень здорово. И американцы всегда поддерживают, поддерживают все то, что касается истории. Историю оставляют для того, чтобы молодежь знала историю своей страны. И действительно, если мы не поддерживаем, если мы не знаем свою историю, то надежды на будущее у нас очень малы. Это очень важно знать историю своей страны. Поэтому я вам советую просмотреть следующее мое видео, где будет более подробно о городе Вильямсбурге. Всего вам хорошего желаю, удачи, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok